Один из самых крупных федеральных конкурсов для молодых и целеустремленных граждан носит название «Лидеры России». Победители прошлого года получили крупные образовательные гранты, а самым лучшим предложили должности в правительстве страны. Один из этапов конкурса – презентация социальных проектов. Это наше новое поколение предпринимателей, чиновников, бизнесменов, которые будут создавать уже нашу, будем так говорить, новую страну продукции. Конкурс этот дает не только карьерный какой-то рост, как называемый лифт, чтобы подняться, но и ребята проверяют себя на знания истории России, общих знаний по России, подтягивают свои знания по математике, по истории, по географии. Полуфиналисты этого года, а их в Ивановской области 12, поборются за право представить свой проект в Москве. Трое из них презентуют свои идеи в «Точке кипения». Проект Никита Соротина предполагает обучение финансовой грамотности воспитанников детских домов. Молодой человек уже неоднократно посещал такие учреждения, рассказывал ребятам, как правильно распорядиться своими деньгами после выпуска из детдома. В планах расширения тематики, не только фокусирования на финансовых темах, но и, скажем, фокус на проблемах трудоустройства, перспективных карьерах будущего, профессиях будущего, ну и вопрос образования, да, зачем это нужно, где лучше получать образование, какое образование подходит конкретному выпускнику детского дома. А вот проблему коммуникации глухонемых и слабослышащих людей хочет решить Евгений Глухарев. Молодой человек занимается разработкой программного обеспечения, которое позволит в режиме реального времени переводить язык жестов в текст или звук и наоборот. Сфера применения – поликлиники, почтовые отделения, центры социального обслуживания. В будущем планируется создать аналогичное мобильное приложение. Мы бы хотели применять, убрать человеческий фактор, применять машинный перевод. То есть есть аналоги, которые переводятся с помощью специалист-человека, но в большинстве случаев для социальной сферы это очень дорого и неприменимо. То есть, а здесь будут затраты единоразовые на закупку оборудования и программы, и потом будет применяться повсеместно и повседневно. Эти молодые люди уже получили путевку в Москву. Они представят Ивановскую область на федеральном уровне. Уже в марте из 300 финалистов выберут сотню лучших, которые получат господдержку на реализацию своих проектов. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.